Решил поискать тут, есть ли петиции за Советский Союз, за восстановление. Оказалось, всего одна петиция на чейнджорг. Создана она вот два месяца назад. Подписалось 13 человек. Я вот 13-й. Это же какой-то позор. И теперь опять же про коды для закрепления. Введение информации с электронного фонда правовой и нормативно-технической документации. Общероссийский классификатор валют с изменениями номер 1.9 ОК 0.1.4 минус 94 за 94-й год. То есть в 94-м году принимались вот эти коды. Дата введения 95-й год 1-го июля. Постановлением госстандарта. Ну вы сами все это можете прочитать. Не суть. Суть в том, что вот 810-й рубль. Это у нас РУР. Российский рубль. Страна Российской Федерации. Осмотрим 643. Это у нас РУР. Российский рубль. Россия. И с пояснением, что данная позиция относится к деноминированному российскому рублю. То есть 643 это именно деноминированный российский рубль. И дополнительно включено изменениями от 2000 года. А на сайте Закона России тот же самый классификатор валют. Но уже у него поудобнее. Здесь смотрим. Вот он российский рубль. РУР 643. Данная позиция относится к деноминированному российскому рублю. Введено изменение 82000 утвержденной госстандартом. И ниже, вот же он, российский рубль РУР 810. Страна Российская Федерация. Далее. Еще вот. Теперь наоборот. Сначала российский рубль РУР российская. Потом Россия. То же самое. То есть вот, чтобы вы наглядно видели по классификатору, который именно вводился. Первый самый. Это российский рубль после деноминации. Это российский рубль до деноминации, который был равен советскому рублю. Когда вводился этот классификатор, таких скачков курса для отсасывания обеспечения денежного у населения пока еще не было. Соответственно, российский рубль вот этот 810, он равен по курсу советскому рублю. Интересная инфа попалась на сайте современных предпринимателей. Вот налоги и учет для малого бизнеса. Значит, тут по кодам валют. И вот код рубля 810 или 643. В действующей версии классификатор валют российский рубль использует код 643. Соответственно, буквенное обозначение руб имеет код валюты 643. В рефе страны применения указана только Россия. Путаница с номерами возникла из-за того, что код валюты руб раньше обозначался как РУР. Цифровой код валюты рубль до 98 года значился под другим номером код 810. Корректировки были внесены госстандартам. В соответствии с ним код валюты 810 был исключен. Валюта 810 заменилась новой буквенной и числовой комбинацией. Код по ОКВ 643 должен фигурировать в создаваемых после даты изменений. Новый код российского рубля указывается с января 2004 года. Валюта по ОКВ 643 обязательно должна быть правильно вписана в счет фактуру. «Применение устаревшего номера может повлечь к непризнанию налоговыми органами правомощности принятия сумм НДС к вычету». Вот поэтому, кто же мне там в комментариях писал, что у него прямо в квитанции идет конвертация. То есть у него в одной квитанции 810 код и 643. Именно для налоговых инспекций. Код валюты и код России это 643, но о том, что я в прошлой передаче говорил. Теперь вот такой форум. Это я нашел, мне самый показательный показался на сайте банкир.ру. Показателен он тем, что как раз вот в тот самый момент, когда эта вся махинация закручивалась с кодами, пишет один банкир украинский. Имеем нос тро, это я даже не знаю, что такое, счет в российских рублях в одном из московских банков. Недавно мы получили уведомление от нашего банка корреспондента о том, что мы в платежных поручениях должны изменить буквенный код с РУР на РУБ с 8 марта. Наши запросы не поменялись, или цифровой код валюты Коррл ответил утвердительно, не поменялся. То есть в начале была такая схема, потому что для бухгалтеров, для банкиров в основном внимание это цифры. Буквенный код это так краем глаза обычно. Тем более английскую R от английской B отличить бывает сложно боковым зрением. Цифровой код это очень наглядно так. И вот немного раньше 23.02.04 выходит телеграмма Нацбанка Украины, в которой ссылаясь на ЦБ России сообщается о смене цифрового кода 810 на 643. И вопрос, кто-то может сообщить номер постановления ЦБР касательно смены цифрового и буквенного кода рубля, или обоснованно проверить, опровергнуть эту информацию, то есть поменялся лишь буквенный код. Ну как это, буквенный код поменялся, а цифровой не поменялся? Соответственно, сначала малыми силами продвинули эту махинацию на смене буквенного кода, а потом додвинули цифровыми кодами сменой. НБУ ссылается на постановление номер 176 ТЦБР от 04.12.03 и письмо 6-3-4-7-3-8-9 от 30.12.03. И вот один из них подтверждает также, никаких письм от ЦБ относительно смены цифрового кода не получал. Насколько знаю, меняется только буквенный код. Еще один банкир. Дальше пишет, отвечает банкир Анатолий. 196 сообщений у него. В добавлении к сказанному согласно классификатора валют, код относится к нединоминированному рублям. Относится к России также вместе с кодом 810 РУР. И вот само оно письмо. Правила ведения бухгалтерского учета в ЦБР от 4 декабря 2000 года. В связи с включением в реестр международного стандарта 4217, коды для предоставления валюты фондов нового кода валют РФ и российского рубля. То есть до 2000 года коды предоставления валюты фондов нового кода валюты Российской Федерации, российского рубля, диноминированного цифровым кодом 643, буквенным кодом РУБ, вместо кода 810 РУР, ну и дальше другие там валюты. Вот еще примечание от консультанта. Постановлением госстандарта РФ от 25 декабря 2000 номер 405 принято введен в действие с 1 июля 2001 года общероссийский классификатор валют ООК 014-2000. Что это? Это такой вот новый классификатор, в котором 810 кода нету вообще 0 из 0. Уже нету в этом классификаторе. Но консультант говорит, что есть изменения. Вот, какое-то пустое. Открываем полный текст документа и получаем вот такую вот байду. Полную ахинею. Что такое? Веб-браузер не поддерживается. С чего бы? Ладно, находим на сайте контурнорматив. Вот они изменения. В принципе, ничего про нас. Тут малайзийская квача, перуанская соль и венесуэльский боливар. Так вот, и пояснять дальше. При нумерации лицевых счетов в разрядах 6-8 проставляется код валюты в соответствии с кодами валют, содержащимися в общероссийском классификаторе валют. Вот, от 1994 года. И изменения к нему. Исключением является применение кода валюты Российской Федерации российского рубля. При осуществлении расчетов на территории Российской Федерации в российских рублях и при нумерации счетов применяется старый код валюты российский рубль 810. То есть, с первого самого выпуска классификатора, где было указано, что это разграничение, динаминированный, а здесь не динаминированный рубль. При нумерации счетов применяется старый код валюты российский рубль. При международных расчетах, когда код валюты является отдельным реквизитом расчетных документов, в этих документах проставляется новый код российского рубля 643. И еще вот важно. С момента подписания настоящего документа устрачивают силы телеграмма Банка России об использовании с 1 января 1998 года в обозначении лицевых счетов и расчетных документах кода российского рубля 810 RUR от 30 декабря 1997 года номер 77-T. Установите контроль за своевременным и правильным применением общероссийского классификатора валют с учетом вносимых впоследствии в него изменений и дополнений. Так, тут автор темы вот пишет. Очень хитро поступает наш НБУ, недавно поменяв в классификаторе цифровой код 810 на 643, тем самым принудив нас переоформлять регистрационные свидетельства на корсчета, планируя получать МСДУ за это со всех Укрбанков. Ну вот даже тогда почему-то вот в 2004-м не возникает у них вопроса, почему именно поменяли код. Хотя вот только она узнала, что о новом классификаторе, вот в старом еще классификаторе, вот в 1994-м было упоминание различия, что один динаминированный, другой не динаминированный. А здесь они уже не помнят, что было вот этих 2 рубля и была динаминация. Ну вот тут забаненный Never Know спрашивает интересные вопросы. А вы требуете с инклиентов нерези указывать код 643 руб в платежных поручениях? А в электронных платежках? А с какого числа? А чем грозит, если по-старому буду слать? Ну вот за это получил, видимо, бан. Хотя он там целый год 241 сообщение там напечатал. Известный такой человек. Да, странно. Вы написали, что в телеграме НБУ указано, что 176Т от 2003 года, а ведь реально от 2000 года. Код рубля 810 в корс-счете для нерезиков меняться не будет. Вот так вот понимает ситуацию Анатолий. И тут Анатолий отвечает забаненному. 2П никто не отменял, а там сами понимаете ни РУР, ни РУБ. А почему ни РУР, ни РУБ? Что такое 2П? А это у нас положение о безналичных расчетах Российской Федерации. Тут вообще такая байда интересная, но это очень много тут разбирать. Поэтому это если будет у меня вдохновение, еще вот это разберу. Причем она очень сильно эволюционировала так. постепенно постепенно изменяясь. Для чего это делается? Это так называемая мягкая сила. Если кто КОП изучал, то есть механизм примерно такой. Как например с алкоголем у нас было в стране. Сначала в энциклопедии и во всей документации было указано, что алкоголь это наркотический протоплазматический яд. А вот на любимом ящике Пандоры моем, где я тоже свои статьи выкладывал. Госстандарт как изменялся на алкоголь на спирт этиловый ректификованный. Издание официальное государственный комитет стандартов который нам все эти стандарты впыхывает с кодами и прочим чепухом. Утвержден введен действие по становлению какого 1972 года. Ну вот называется в 1972 спирт это легковоспламеняющаяся беспоцветная жидкость с характерным запахом относится к сильно действующим наркотикам вызывающим сначала возбуждение затем паралич нервной системы. Далее прогресс в 1982 году этиловый спирт это тоже самое но уже без того что вызывает возбуждение и паралич нервной системы то есть успокоили все нормально не вызывает ни возбуждения ни паралич и в 1993 конечно нашим алкашом Бориской был введен новый госстандарт от 1993 года по спирту что это просто бесцветная жидкость с характерным запахом траляля и никакой он не сильнодействующий наркотик вот тоже самое нахрапом мелкими шажками то же самое дело продвигали эту махинацию с кодами так вот вернемся к нашим банкирам важное замечание что в свифте нет цифрового кода только буквенный код рур был для российских рублей а сейчас в свифте рур рушен рушен рабл олд в свифте подсказано что олд и нью ну и вот тут еще вампирша подтверждает что рур и руб это то же самое везде где ранее использовалось обозначение рур теперь просто используется руб без всякой конвертации и коды российского рубля 810 на территории РФ и 643 за ее пределами используются без изменений ну и топик стартер конечно все успокоилось то есть вот мы видим как сами банкиры хавают эту вот махинацию с кодами почему-то упорно не замечая что старый код рубля относится к нединаминированным а новый к динаминированным рублям почему почему в 2004 году банкиры уже забыли про динаминацию так ну далее тут вот подсказали один сайт я на него еще раньше выходил когда только-только начинал разбираться в этой теме то есть его гуглом выдало на первой странице но даже тогда я еще не понимал ну тут мелко я по этому прочту несколько лет назад мы разбирались с этим вопросом выяснили что правильный код 643 код 810 это код рубля до деноминации ссылка на общероссийский коков почему же из-за этого столько шума потому что код поменяли а пользоваться им не стали слишком много на него завязано на то он и код так бы он пользовался банками центральными системами обмена данными программами учета если бы фирма 1с не решила какие молодцы что раз код 643 так и надо писать и в новых конфигурациях появился валюта рубль код 643 а старых банк 710 мы в 2008 году использовать правильный код 643 пытались но не получилось никто нас не понимал банки клиенты работающие системе иди старые учетные системы поэтому мы решили использовать код 810 который мы работаем до сих пор вторая серия началась в 2012 с появлением новой формы счета фактуры где указывался код валюты тут у всех в форме появилось 810 это ошибка неправильно оформленный документ основание его непризнание налоговым органом но об этом говорилось а тут НДС суммы большие по нашему мнению в данной ситуации целесообразнее не менять старый код на новый а просто учесть это при формировании печатной формы нового счета фактуры что мы сделали то есть вот о чем я и Несси говорил о заплатке в конфигураторе то есть внутри базы один код валюты участвует а печатается она уже с измененным кодом валют то есть это по идее по нужный документ потому что в базе у них один код а наружу они другой код выдают это точно так же как выдает например Сбербанк в чеках он выдает что РУР получено а на самом деле получены современные рубли руб так и вот кстати говорят что 643 это код страны да это так это просто совпадение но мы поняли что это за совпадение я уже разбирал что все коды стран равны кодам валют входящих в них и эта теория на практике возникает проблема как избавиться от второй валюты ну вот вторая валюта здесь разбирается именно как решить эту проблему просто заменить один код на другой и панель аккорд удаление всех помеченных объектов то есть все из базы почистить то что было раньше другим кодом а почему это делается потому что вот Шашурин тоже об этом говорил что у Сбербанка бывшего Центробанка СССР нету никаких других активов кроме 810 кода кроме советского рубля 810 все на этих активах держится а 643 это фантик ничем не подкрепленный поэтому он и гуляет так поэтому на нем никто ничего не расписывается и никто не знает кто владелец этого Центробанка и откуда корни вообще растут официально конечно никто не знает но все официальные лица конечно об этом знают но молчат ищите кому выгодно вот Олег с вами прислал пдф ответа со Сбербанка и вот стандартный ответ который они по-моему всем рассылают что БВБ и самое главное что на это надо отвечать что меня сразу по глазам бьет основание вот этого исключения где что является основанием исключения почему это такая операция исключительная вдруг при нумерации счетов применяется старый код валюты российский рубль потому что внутри Центробанка он везде 810 рубль там у них внутри нету другого рубля и как раз таки номер счета указывает в какой валюте там хранится сбережение то есть число и код валюты вот самое главное в счете номер счета и код валюты автоматически когда к вам поступает на счет деньги они переконвертируются самим банком в валюту которой открывался счет на счету потому что не может лежать разные типы валют для разных типов валют разные счета должны быть открыты ну то есть претензия в чем как они имеют право принимать 643 код валюту и без конвертации заносить ее на 810 код валюты на счет открытый на 810 код на старые рубли российские то есть вот в чем должен быть вопрос дальше олег присылает квитанцию филиал приволжский банк втб здесь мы видим принято код валюты 643 и вот он приход 643 на 810 счет это получается в банке втб происходит такая внутренняя конвертация на хабрахабре на хабрахабре тут еще интересное нашел а он в свою очередь нашел на леприру и так вот он 810 код разъясняет в чем разница и суть посмотрите в интернет банке реквизиты рублевого счета любого в 810 вовсе не 643 но с другой стороны существует положение банка россии 302 п от марта седьмого года в котором указано что все российские банки при открытии введений банкинских счетов обязаны для современного рубля использовать буквенный код рур 810 кодом итого в голой теории в отрыве банковских счетов для современного рубля приняты коды руб и 643 а вот если смотреть применительно кодом валют в банковских счетах внутри российских банков то для рубля под проездом 810 код что и до деноминации потому что ЦБ так решил такие дела таковы реалии российского банковского сектора вот значит у нас центральный банк российской федерации он же АК банк России положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях расположенных на территории российской федерации и тут мы ищем 810 код так вот он в этом документе значит сайте самого центробанка банка чтобы не было подлога центробалка ну указывается вот четвертым пунктом что три цифры это признак рубля код иностранной валюты или драгоценного металла вот я об этом не знал что драгметаллы тоже кодами нумеруются надо посмотреть и вот значит где червяк зарылся при осуществлении операции по счетам в иностранных клиринговых валютах а также в драгоценных металлах во лицевом счете в разрядах предназначенным для кода валют указываются соответственные коды предусмотренные ОКВ а по счету в валюте российской федерации используется признак рубля 810 для расчета защитного ключа по счетам с кодами клиринговых валют и драгоценных металлов необходимо руководствоваться нормативными актовами банка России то есть вот как так код аннулирован но в 2007 поступает такая заява от центробанка всем другим банкам использовать в обход всех законов и норм 810 код с чего бы центробанк кому там обращаться кому письма писать опять же это уже 2007 год когда уже все забыли про вот эту вот возню с подменами кодов то есть им центробанку обязательно все надо хранить в 810 валюте потому что другой валюты у них в принципе нет по документам нету активов на другую валюту на 643 и в примере вот даже признак рубля 810 стоит так в итоге что со всем этим делать отребовать центробанка именно 810 валюту наличной которую она распихала сами знаете по каким шахтам а если они не могут обеспечить старыми деньгами нединаминированными 810 выдать вам наличность то просить перерасчет произвести по курсу на динаминированный рубль вот такое решение этой ситуации и делалась эта байда с кодами для того чтобы вот эта бандитская коммерческая фирма РФ называемая закрыла в одностороннем порядке все обязательства предыдущие перед народом и постепенно якобы уничтожив советскую валюту поэтому они создали новую черную так сказать бухгалтерию как создает обычно коммерческие фирмы черные они переоформляют на новое название всю фирму переоформляют считая документы все якобы это новая фирма но в этом случае ничего не получилось потому что 810 валюта советского рубля у них до сих пор на балансе внутри у них внутри центробанка до сих пор еще сбербанковские банка ссср активы под них записаны все деньги центробанка нашего поэтому афера с подложными рублями не провернулась конечно с помощью нее удалось вот как я показывал в предыдущей части выкачать благосостояние из народа обеспечение отжать насосом этим но теперь уже тяги нету качать нечего и этот пузырь лопается и главное чем больше народу думает об этом тем больше вся правда вылазит наружу с этой махинацией аферой банковской вот оказывается есть да коды драгметаллов серебро роди палладий платина золото серебро палатина золото серебро ювелирные изделия золото в условной оценке драгоценные камни 99 код такие вот дела в век кодировок все кодируется валюты кодируются вещи кодируются люди кодируются все пронизывают коды так ну наверное я уже все сказал на эту тему на данный момент что смог понять лучший способ понять это попробовать объяснить другим ну благодарю вас за подписки очень мне нравится очень я рад что вы заинтересовались с этой темой благодарю за лайки очень приятно если с чем-то не согласны или согласны пишите в комментариях за троллинг и за дизлайки тоже благодарю всех ну до новых зустричей спишемся всем счастья и изобилия ректифика на спирт ректифика 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 зустричей на спирт Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok